Скажите, а как сделать так, чтобы молитва гарантированно срабатывала? Молитва – очень важный аспект налаживания отношений с Богом. На самом деле Господь знает все наши потребности, но молитва позволяет вступить в отношения. Чтобы эти отношения состоялось, необходимо три условия. Первое. Как в любых отношениях, когда мы встречаемся с тобой, я говорю, Леша, я рад тебя видеть. Я очень рад. Ты классная память. Спасибо тебе за тот, кто встречал, за тот, кто разговор. Поэтому первое – это прославление Бога. Молящийся должен прославить Бога, сказать, Господь, Ты всемогущий, Ты всезнающий, Ты сострадатель. Второй аспект – я благодарю тебя. Но не в общем. А вот была ситуация. Ты мне во всех мелочах, подробностях, Вы рассказываете Богу, как Вы Его отблагодарили. И третий очень важный момент. У меня есть просьба к тебе. Я не настаиваю. Потому что ты лучше меня знаешь во вред мне это или в пользу. Можно тебя попросить? Помоги мне с работы. Помоги мне с ребенком. Но если на это нет Твоей благой воли, я приму. То есть молитва без претензий, просьба без претензий. Когда мы выполняем эти три условия, Писание говорит, что Богу это нравится. А когда мы подходим, говорит, мне все равно, кто ты. Я вообще тебе не благодарен. Ну дай-ка ты мне, а? А еще если не дашь, я всем буду говорить, что ты умер. Вот если к тебе так подойти, Леш, ты меня вообще не волнует, что ты. Слушай, когда ты мне денег просто дашь, а? Те же много. Дети, гуляй. Тебе понравится, да? Вот примерно такая история. Тогда говорится, что... То есть Бог может обидеться и поэтому не дать. Нет, он просто не будет реагировать. Особо-то. И то реагирует, то надо. Но это как-то странно. Он скажет, господи, зачем этот человек? Я и так ему столько дал. Не надо ему. Субтитры сделал DimaTorzok